Закрепить можно, но она у вас будет постоянно, значит, отваливаться. Карман вообще пиздец, это просто такое ощущение, как будто это, блядь, детский кармашек. Вы когда его одеваете, у вас ощущение, что вы надели, блядь, картон. Там месяц-полтора активной работы, блядь, все, здесь идет, 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 вроде все в порядке, все в порядке, и понеслась. Как они, блядь, это прошивали, блядь, одному богу известно. Китайцы этот, блядь, не видел, наверное, нихуя, когда шил ее. Всех приветствую, друзья. Сегодня у нас на обзоре будет боевая рубаха и боевые брюки с Алиэкспресса. Прислал нам на обзор это подписчик. Сейчас мы поподробнее вам все расскажем. Сразу говорю, я не знаю, что за фирма, я не знаю, за сколько он это покупал, я понятия не имею, поэтому ничего указывать не буду. Чисто обзор, ну, я думаю, там на Алиэкспрессе плюс-минус дешевые вот эти боевые рубахи, боевые брюки, они все там одинаковые. Поэтому давайте рассмотрим их поближе и сделаем выводы. Начнем мы, значит, с боевой рубахи. И сразу хочу сказать, что мультикам, который здесь представлен, расцвет, что рубаха, что брюки. Он вроде бы, да, похож на мультикам, но у него есть оттенок, блядь, как будто это, такое ощущение, как будто это, вот, знаете, наша российская флора. Вот начало нулевых. Сейчас я вам покажу оригинальный мультикам, и вы сами все поймете. Не знаю, насколько это передаст камера, но думаю, надеюсь, что что передаст. Обратите внимание на данную ткань, расцветку, и обратите внимание на оригинальный мультикам. То есть видно здесь, это как-то вот все, ну, короче, непонятно просто, вот, блядь, из какого материала именно сделано. Но это я бы не сказал, что прям уж очень критично. Но для объективности, я же это все рассказываю вам, цвет отличается от оригинального мультикам. По прошивке. Прошито все вроде бы, вроде бы, вроде бы неплохо. Строчка, то есть вопросов нет, аккуратно, но опять же, какой ниткой это все прошивалось, я не знаю. Поэтому я точно ручаться за это не буду. Видим, в принципе, примечательное для Алиэкспресса, это новая рубаха, отслаивание, да, велкра, то есть это, блядь, для них норм. То есть она у вас будет потом как требуха вот так вот вся распустится и будет, блядь, как эти, нахуй, аксельбанты, блядь. Велкруха сама вообще, то есть, блядь, она не очень хорошо крепится. Закрепить можно, но она у вас будет постоянно, значит, отваливаться. Потому что, во-первых, маленькая площадь и сама по себе велкра, ну, не очень хорошая. То есть она отклеивается вообще без какой-либо проблемы. Вот аккуратно, вообще в легкую я пальчиком делаю, она отклеивается. Дальше сам, значит, налокотник. Налокотник в целом неплохой, достаточно жесткий. Значит, сам материал, сама пенка, да. Здесь у нас мы видим достаточно хорошо проклеены вилкрушечки, которые у нас крепят сам локоть. То есть прям реально хорошо вклеены сюда. Вот их прям отдирать нужно с трудом. Вот этой вот дрочи, которая чаще всего бывает, когда вы извлекаете налокотники или наколенники из ими установленного места, постоянно вот эти вот клейкие штучки, чаще всего бывает, остаются. Здесь этой проблемы не будет. Значит, крепления здесь реализованы вот таким образом. То есть это просто там нашит кусочек ткани для того, чтобы их можно было туда поместить. Держатся в целом нормально. Крепежная система достаточно хорошая, короче, бля. Дальше идем. Карман. Карман вообще пиздец. Это просто такое ощущение, как будто это, блядь, детский кармашек. Ну, нитки торчат. То есть, опять же, вот она. Даже основная шовная нитка, обратите внимание. Я ее прям чуть-чуть сейчас подделал. И основная, это шовная нитка уже идет. Она очень сильно разболтана. То есть у вас это все, ну, вам нужно будет это все зажигалкой там обрабатывать как-то, сухарить их. То есть, чтобы они не распускались. Потому что они распустятся. То есть, блядь, это гадалки не ходи. Очень много из них торчит. Вот этих всех недочетов, недоделов. Все это распускается. Ну, то есть, сами все видите. Сама велкруха и пошив, вот именно сверху, да, велкра и всех остальных моментов оставляет желательно лучшего. Что касаемо пошива именно непосредственно карманов и так далее. Ниточка, вот прям видно. Она, во-первых, в одну строчку сделана. И прям видно, что нитка прям, блядь, ну, такое себе. Опять же, вот они все нитки торчат. Это уже, кстати, нитка самого материала. Шов кармана, которые идут в закладную там и так далее, прошить тоже не очень хорошо. Я их вообще с легкостью вот сейчас одну при ваших глазах прям оторвал. Вообще, ну, то есть, без какого-либо труда. Качество материалов и качество изготовления оставлять желать лучше. Так еще и этот кармашек, блядь, просто такой же, как будто это для ребеночка. Те, кто носит хорошие боевые рубахи, пользуются хорошими боевыми рубахами, сейчас понимают прекрасно, о чем я говорю, блядь. Что это, ну, это пиздец, как это, блядь, для детей как будто сделано. Дальше переходим. Ворот. Ворот, в принципе, неплохой, но он, блядь, как картон. Как в целом, в принципе, вся вот эта вот, блядь, вот этот материал. Вы когда его одеваете, у вас ощущение, что вы надели, блядь, картон. То есть, это все, ну, блядь, картонное, короче. Вот я, ну, вот опять и здесь нитки торчат. Ну, то есть, проблема с нитками здесь повсеместно. Вот просто, вот куда ни глянь, будут торчать нитки, пошив, короче, такой себе вот опять тут уже. Велкруха поехала. Ну, в целом, это опять же, это все же, ну, дюшман, блядь. Дюшман, нахуй. Ну, просто все вот эти моменты, как вот эти вот все нитки, которые торчат. Там месяц-полтора активной работы, блядь, все, рубаха на выброс, она вся, блядь, изорвется. Все пойдет по швам, блядь, и пиздец. Значит, сам вот этот непосредственно материал достаточно хороший, приятный телу. Не хотел бы ничего сказать плохого. Здесь вроде бы все так, вот казалось бы сейчас, да? Вот здесь идет, 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 вроде все в порядке, все в порядке, и понеслась. Раз зацепка, два зацепка. То есть, как они, блядь, это прошивали, блядь, одному богу известно. Я даже не какими-то там палочками или заправляю ее куда-то. Просто вот так чуть-чуть беру, ручками вот так подтягиваю, она все, она уже сразу же вылетает. Ну, то есть, блядь, качество пошива, опять же, я же говорю, что оставляет желать лучшего. Прямо реально оставляет желать лучшего. Но материал сам по себе вот этот вот именно непосредственно, который к телу приятный. Фурнитура у него ни юкике, никакой оригинальной фурнитуры не ждите. Но достаточно хорошая. То есть, я не думаю, что вы ее там как-то порвете или еще что-то. Итак, резюмируя по рубахе. В целом, опять же, это дешевая рубаха. Ну, сколько ей, блядь, цена? Ну, тысячи полторы, наверное. Ну, за полторы тысячи, в принципе, блядь, как бы что от нее можно, блядь, ожидать? За полторы там тысячи рублей. Ну, я не думаю, что она стоит дороже. Ну, блядь, ну, сколько она может стоить? Ну, две, ну, две уже, ну, окей, две еще, окей, тоже, ладно. Ну, не дороже, блядь, ну, сто процентов. То есть, она как бы такая, ну, вот опять вот все торчит, блядь. То есть, сказать то, что это заебись, это точно, конечно, я этого никогда не скажу. Качество пошива оставляет желать лучше. Качество велкоро оставляет желать лучшего. Качество изготовления и всего остального. Сам материал, блядь, картонный этот, оставлять тоже желать лучшего. Ну, а за полторы тысячи рублей, блядь, в принципе, окей. Я бы ее, конечно, не взял бы себе. Но если кто-то ищет, вот, дюшман, все же сейчас любят у нас Алиэкспресс, блядь. Поэтому, в принципе, за полторы тысячи, ну, блядь, окей. Нравится как бы вам, носите. Вам же никто не запрещает. Переходим теперь к брюкам. Опять же, смотрим сразу же на расцветку. Оригинальный, вот он, мультикам. И сразу видим отличие. Опять же, надеюсь, вам камера это передает. То есть, отличие прям видно очень жестко от оригинальной, да, расцветки. По ниткам, по пошиву и прошиву. Опять все торчит. Значит, в паховой области, где у нас идет соединение швов. И, значит, тут крой, хуёй, и вот это все остальное, блядь. Все торчит. Вон, я ее могу вытянуть вообще, мне кажется, наизичу. Все, опять же, торчит. Все нитки торчат. Здесь все торчит. Здесь все торчит. На карманах. То есть, на всех каких-либо вещах, где пересекаются, да. Нитки, пиздец. Просто замотаны, блядь, криво, косы. Вот так там, блядь, китайцы этот, блядь, не видел, наверное, ни хуя, когда шил ее. То есть, все это торчит. Все эти зацепы. Обратите внимание. Вот, казалось бы, да. Идет строчка, идет строчка. Что-то намотано, блядь. Зачем это здесь намотано? Неясно, блядь. И, то есть, опять же, все это, вот они, в нитках и так далее. Вот эти брюки, блядь, вот с этими всеми торчащими вещами и моментами, они будут, блядь, ну, они у вас проживут, ну, месяц на боевых. Все, блядь, не больше, нахуй. Вот, пожалуйста, все, вот они, эти нитки все торчат, вытаскиваются. Ну, блядь, ну, что это, нахуй? Ну, опять же, то есть, брюки эти тоже стоят, наверное, тысячи две. Ожидать от них что-то, ну, это глупо. Но поскольку запрос у людей, то есть, мне много писали, а сделай там брюки, ну, то есть, сделай там обзор с Алиэкспресса, то ты нам показываешь очень дорогое. Хотя я показываю достаточно-то не особо-то дорогие вещи. Есть, конечно, да, обзоры дорогих вещей, но, опять же, брюки, которые я рекомендую, например, в Телеграме, Штурмер, там, тот же самый Эмерсон, да, они стоят там в два-три раза дороже, но, блядь, они вам прослужат, пиздец. А здесь, блядь, вот это вот, ну, месяц, все, блядь, ну, от них что ожидать возможно вообще? Материал сам, блядь, просто картон. Когда вы его одеваете, это, блядь, просто какой-то пиздец. Ну, то есть, он там, какой-то дышащий, не дышащий материал, сразу забудьте. Он просто картон. И вы вот так вот ходите, вот так, блядь, как этот, как дебил, блядь, картонный. Ну, то есть, блядь, опять же, это все упирается в качество материала. Поскольку это брюки дешманские, ожидать от них что-то, ну, блядь, это глупо. Поэтому имеем, что имеет. Значит, сама Велкро здесь, обратите, вот уже вся она, блядь. Ну, то есть, все в этих нитках, вон, куча ниток по прошиву. Ну, блядь, это все отвалится. Здесь это все, опять же, блядь, здесь вообще криво, нахуярено она как-то. Ты посмотри, ебать, это что, нахуй? На качество, на количество уже будет. Ну, да, на количество, конечно. Ты посмотри, во-первых, криво. Я не знаю, видно это, не видно на камеру. Просто как-то, блядь, не прямым прямоугольником, а как-то вот так, блядь, въебали. Ну, пиздец, блядь, смешно просто. Все в нитках. Фурнитур, ну, значит, сама молния. Ну, тоже, опять же, не Юки-Кей там никакой, не оригинальная. Бегунок достаточно простой. Не думаю, что с ним что-то прям уж случится. Прошит, ну, по крайней мере, бегунок. Вроде прошит у нас достаточно неплохо. Именно бегунок, да, а вот эти все остальные, ну, вот оно, блядь, ты посмотри. Ну, это пиздец. Ну, что, они болеть не могли прямо, что ли, причуть? Ну, ебаный в рот. Ну, это же ебануться. Все нитки опять, вот они. Ну, то есть, вот идет, значит, пошив, 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 пошив. И вот здесь, прям вот тут вот, где он соприкасается, прям огромный кулек, блядь, этих ниток. Вот его прям чуть-чуть задел, снял, все, нитка пошла. Обратите внимание. Все, вот она, нитка пошла. Она у вас будет вот так вот идти, разматываться в эту сторону и разматываться в эту сторону. И пиздец. И потом это все вот так, и у вас разлетится. Дальше идем. Карманы у нас никаких регулировок колена не имеют. От слова совсем. Это просто обычный карман. Еще и уебанский, блядь, потому что, блядь, туда даже руку неприятно засовывать, потому что, ну, блядь, вот это материал картонный какой-то, блядь. Боковой карман, тоже уебищные кривые велкро. Держат вроде, ну, так, блядь, для своей цены, короче, в пиздец. Охуенно для своей цены они держат, блядь. Так. Дальше у нас колени. Никаких эластичных вставок нету. Опять мы видим с вами огромное количество ниток торчащих, смежных швов, которые везде все торчит. Здесь все торчит. Здесь вообще, вон, наклепали пиздец, ебать, что это. Ну, блядь, то есть, ну, пиздец. Колени в комплекте, а нет, были, были, были колени. Колени туда залазят, в принципе, нормально. Тоже, то есть, ну, с коленями проблем нет. Вот что касаемо колени, ой, блядь. Вообще и на изичах оторвал. То есть, даже вообще усилий никаких не приложил. Видал? Ну, блядь. Ну, то есть, тут, вон, вот, как я и говорил, нитка вообще, наверное, самая тоже дешевая. Она рвется вообще даже, блядь. Никаких усилий прилагать не надо. Это, это вот, кстати, то, что мы оторвали непосредственно вот этот вот велкрофиксатор, да, для интеграции колена. Если вы, блядь, резко его снимете, мне кажется, вы можете колено, блядь, оторвать вместе вот с фиксаторами. Так что, блядь, имейте в виду, если вы собирались покупать вдруг вот эту вот помойку. Дальше, значит, здесь карман. То есть, опять же, еще раз повторяюсь, никаких эластичных вставок, где колени, где пах и на жопе у вас нету. Это все одна конструкция из картонного, блядь, материала. Фиксации, значит, по бокам, как уже привыкли все на хороших брюках, да, то есть, утяжек определенных нету. Никаких вообще, в принципе, тут утяжек нету. Ни колена вы не сможете отрегулировать, нихуя вы не сможете сделать. Здесь у нас тоже вилкруха. Вилкруха, опять же, такое себе. Ну, блядь, что тут еще сказать? Все отслоится, все отслаивается. Как я уже сказал, вот эти вот все моменты, которые отслаиваются, вот вы представьте, вы постоянно двигаетесь, вы находитесь в полях. Ветки там, хуетки, всякая залупа, трава, блядь, это все забивается. Это все, блядь, начинает, ну, то есть, постоянно трение и так далее. Ну, то есть, месяц и пи... Вот, пожалуйста, смотри. Он уже расходится. То есть, даже усилий никаких не нужно прилагать. Он уже... Штанина начинает, блядь, расходиться по шву. Брюки новые, блядь, вообще новые. Она уже расходится по швам. Ну, то есть, блядь, если вам нравятся, друзья, данные вещи, пожалуйста, покупайте. Я бы их не рекомендовал никому. Я считаю, что лучше потратить там 5-7 тысяч на более-менее уже, да, хорошие какие-то брюки, блядь, чем покупать вот это говно, но с коленями, чтобы казаться модным. Вы вот в этом, блядь, просто спреете, блядь. Такое ощущение, как будто, блядь, это противоосколочный, блядь, костюм какой-то. Ткань просто картон. Это просто картон, блядь. Ну, блядь. Короче, я не рекомендую. Если вам нравится, приобретайте, но я бы это лично брать не стал. Я бы лучше подкопил там, отложил и купил бы сразу одни, единственные, хорошие брюки. И не забывайте, друзья, брюки, боевые рубахи, обувь, носки, хуиски и так далее, это расходник. Это расходник на войне, блядь. Но лучше, наверное, купить сразу хорошие брюки и чтобы они прожили у вас долго, блядь, чем покупать каждый месяц вот эту вот хуйню с Алиэкспресса. Итак, друзья, все выводы делайте сами. Решайте сами. Я лично бы это не стал бы использовать. Я все-таки приверженец того, что можно подкопить и купить сразу хорошую вещь. Раз, грубо говоря, относительно, да? Раз и навсегда относительно. Потому что мы все прекрасно понимаем, что данные вещи это расходник. На этом все, друзья. Подписывайтесь обязательно на канал, на телеграм и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok